Первая страна, которую посетил Юрий Алексеевич Гагарин уже на 16 день после полета в космос, была Чехословакия. Чувствую себя так радостно, как при полете в космос, еще никогда не был за границей. Космонавт посетил металлургический завод и училище в городе Кошице, там есть его запись. Этот интерес вызван тем, что Гагарин закончил ремесленное училище в городе Люберцы по профессии формовщик-летейщик. За полет в космос Гагарин получил много наград, не только советских, но и заграничных. Президент Чехословакской социалистической республики Антонин Новотный наградил космонавта званием Героя социалистического труда. В 1983 году перед зданием училища в Кошице появился бронзовый памятник Юрию Гагарину, который создал Юрий Партус. Здесь же можно прочитать слова русского ученого Константина Циолковского «Земля – колыбель человечества, но в колыбели не проживешь вечно». В честь первого космонавта названы улицы в Словакии. Сейчас улица Гагарина в Братиславе является одной из важнейших транспортных артерий города. Протяженность улицы около 6 километров. Улица проходит с запада на восток. На западном конце непосредственной близости с Байкальской улицей к ней примыкает Привозская улица. На восточной оконечности улица Гагарина переходит по Пратскую улицу. Улица Гагарина является также вылетной магистралью города. В честь 60-х годовщины первого полета человека в космос русский дом Словакии организовал выставку творческих работ, посвященных космосу. Работа Луцеи Шафовой называется «Зарождение космоса». В русском доме Братиславы прошла также документальная фотовыставка, которая называется «Они были первыми» и посвящена теме космоса и космонавта. Кондитеры Братиславы в честь такого знаменательного события приготовили космический торт. Прошло 60 лет, но можно с уверенностью сказать, что словаки помнят имя первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Гагарин в Словакии навсегда.